Фиджи, 2016 год. На острове находят останки пропавших без вести российских туристов. Немного попозже будет установлено, что эта супружеская пара погибла от рук местного племени людоедов. Обгоревшие останки немецкого туриста Стефана Рамина были найдены в костре, как раз таки после того, как он пошел на охоту в компании уже другого местного племени. Но в июне 2023 года российский турист Ильдар Рахматуллин исчез на пляже и поиски в воде вообще ни к чему не привели. Но что объединяет эти три жутких случая? Совпадение ли это? Возможно. Или остров Фиджи действительно населен каннибалами, куда лучше вообще не ездить? Именно в этом видео мы с тобой попытаемся во всем этом разобраться. Ставь лайк, подписывайся, ну а мы погнали. Фиджи это государство в южной части Тихого океана. Вообще эта страна бывшая британская колония, которая получила свою независимость в 1970 году. С момента обретения независимости там произошло три госпереворота. В 1987 году, в 2000 и в 2006. Первый раз это произошло из-за недовольства местных аборигенов. Во второй раз челом, который хотел полностью отменить конституцию. Ну а в третий раз из-за жесткой коррупции президента. В данный момент там с этим вроде бы и спокойно. В данный момент Фиджи это естественно небогатая страна, которая по сути выживает только за счет туризма и экспорта сахарного тростника, кокосов и даже имбиря. И если ты думаешь, что глупые запреты есть только в Сингапуре или в КНДР, то ты ошибаешься. Например, для местных в Фиджи под запретом солнцезащитные очки и шляпы. И ты спросишь, почему? Ответ банально прост, потому что их носить могут только вожди. Да, я похлопаю, просто гениально запрещать шляпы в жаркую погоду. Что следует отметить, большая часть населения это выходцы из Индии, которых как раз таки привезли британские колонизаторы. И знаешь, в фантазиях многих туристов это райский уголок. Но у этого места есть своя темная сторона, о которой местные предпочитают никому не говорить. И чтобы понять, действительно ли жители этой страны склонны к поеданию людей, необходимо, как всегда, окунуться в историю. Понимаешь, все дело в традициях. Посмотри на этого мужичка. Его зовут Рату Умбриуны. И местные жители до сих пор им гордятся. Да и, видимо, не только местные, потому что его могила является самым популярным местом у туристов. Но чем он известен? Может быть, это выдающийся деятель науки или великий спортсмен? Да куда там? Это бывший вождь Фиджи, который попал в книгу рекордов Гиннеса за наибольший каннибализм. По некоторым данным, он съел от 700 до 900 людей. И это далеко не единственный рекорд фиджийцев в области каннибализма. В этой стране есть целый музей, который указывает на то, что, согласно археологическим данным, этой практики не менее двух с половиной тысяч лет. Там всегда практиковали ритуальный каннибализм. То есть, жертву сначала убивали, а потом уже хавали. Не, ну ты просто вдумайся. В 20 веке, еще каких-то сто лет назад, пока Европа успешно развивала и строила фабрики, эти дикари сидели и делали тупые топоры. Почему тупые? Да чтобы лучше проламывать череп врага. А современные фиджийцы очень почитают своих предков. Да что там скрывать, большинство из современных жителей этой страны являются прямыми потомками каннибалов. А еще у них всегда была особая традиция. Настоящий воин, убив урага, обязан был его съесть. Врагами для них в том числе считались иностранцы, чужеземцы. Этого мужика звали Томас Бейкер, и в 19 веке он приплыл на Фиджи. И ты спросишь, зачем? А затем, чтобы приспособить жителей к цивилизованному миру, но, как ты уже понял, он был убит и съеден. О, чем-то напоминает Сентинельский остров. Кто шарит, ставь лайк. С этим явлением пытались бороться британцы, и стоит отметить, что довольно успешно. Они, можно сказать, привезли на остров христианство, остановили постоянные межплеменные войны, ну и, конечно, привезли много индусов. Ну а после 70-х годов каннибалами занималось уже свое правительство. Периодами дикарей, конечно, сажали в тюрьмы, но это всегда было проблематично из-за немалых размеров архипелага. И именно поэтому истребить людоедов полностью практически невозможно. Изучив информацию, можно выделить несколько основных причин каннибализма. А также ответить на самый главный вопрос, реально ли остров Фиджи такой страшный, как его описывают. Но перед этим советую подписаться на мой телеграм-канал, ведь там мы с тобой вместе выбираем, про какую страну делать следующий ролик. Как обычно, 2000 рублей я отправлю рандомному подписчику, ссылка будет в закрепленном комментарии. Во-первых, это чисто экономические причины. Смотри, скота на островах никогда особо не было, да и вдобавок, это место, где довольно часто происходят тайфуны. К примеру, налетел очередной тайфун, повалил кокосовые пальмы и смыл огороды с посадками. Все, хавать нечего. Таким образом, периодами там частенько наступал голод. Во-вторых, это постоянная вражда между племенами. Видишь ли, враждующие племена постоянно устраивали друг с другом замес. И знаешь, у них выражение «голова противника» использовалось в прямом смысле. Если ты грохнул чувачка, зажарил его и накормил племя, ты получал нереальное уважение и респект. Ну и со временем это уважение захотели получить все. На вопрос, есть ли там каннибализм сегодня, ответ – да, есть. Отдельные дикари или племена, такие как Нахехи, продолжают кошмарить туристов. И да, периодически там пропадают путешественники. Но установить причастность каннибалов не всегда удается, банально потому, что некоторые туристы умирают не от их рук, а, допустим, утонув в океане. С появлением на острове американских Макдональдсов и различных фастфуд-заведений каннибализм потихоньку уходит в историю. Тут еще важно взглянуть на уровень грамотности населения. В 2019 году этот показатель составил 94,4%. Ну, для сравнения, в 1980 году – 60%. То есть, значительное уменьшение случаев каннибализма еще напрямую зависит от грамотности людей. Жители этой страны сегодня уже не являются такими туземцами, как раньше. И именно поэтому необразованность можно смело считать третьей причиной каннибализма. Сегодня уровень преступности в Фиджи чуть ниже среднего, примерно как в Эфиопии, Ботсване и немного пониже, чем в Гватемале. А если туристы даже и пропадают без вести, то чаще всего это просто несчастные случаи в океане, нежели каннибалы. И лично я бы даже не побоялся туда отправиться и пообщаться с живущими там племенами. Потому что, как я уже сказал, на мой взгляд, это все осталось в прошлом. До встречи через неделю! Субтитры создавал DimaTorzok